У нас к блогерам относятся с презрением. За что им платят такие деньги? Нет, я не афиширую свои заработки. Нам нужна твоя аудитория, но платить мы тебе еще пока что не готовы. Ну вот не нравлюсь, я пиарщица. Рынок должен прийти к тому, чтобы и люксовые бренды платили. Ты же знаешь, как у нас на рынке устроено? Тусовки, дружба, улыбки, обнимашки. Пытаемся ассоциироваться с люксом бесплатно, мы останемся локальным рынком. Сейчас настолько много оголенностей в интернете, что уже неинтересно. И это не всегда, конечно, интеллектуальный контент. Я с этеринопластикой намучилась уже на столько лет, но можно, пожалуйста, перестать ее обсуждать. Богатый муж, эскорт, отобрали у ветерана. И понимаешь, я в этом росла. Я вот жила вот в этом во всем и благополучии. Я его знаю, наверное, со всех сторон. Ну вот пофлиртуй. Я просто... Я очень рада, что мне стыдно только за это, а не за что-то большее. Я тихий человек, и я не люблю громких. То есть, когда человек прям кричит и жестикулирует, мне прямо это не нравится. Я, конечно, все-таки даю больше, наверное, высказаться кому-то другому. Я постою в сторонке, я промолчу, я послушаю. Если спросят, я отвечу. Я очень спокойный человек. Саш, ты ветеран движения блогинга, так скажем, в нашей стране. И одна из самых известных девушек-блогеров. Но несмотря на то, что блогеры сегодня стали такими звездами новой формации, не все до конца понимают, на чем блогеры зарабатывают. И даже к тебе часто возникают вопросы. Откуда у тебя деньги на такую жизнь, на путешествия, на такие бренды? И мне кажется, что несмотря на то, что люди, которые интегрированы в эту тему, плюс-минус в этом разбираются, все еще продолжают тебя атаковать такими вопросами. Для тех, кто, наверное, не совсем понимает порядок, так скажем, расценок на рынке, можно объяснить, на чем ты зарабатываешь? Я зарабатываю на рекламе. Исключительно на рекламе. Но, наверное, с одной стороны, я хорошо делаю рекламу, потому что многие ее не понимают. Я вчера открыла твой инстаграм, и я вижу там «Золотое яблоко», «Бейлис». И я даже подумала, о, у Саши как-то участилась реклама в блоге. И я понимаю, соответственно, что ты в этом месяце, соответственно, хорошо заработаешь. Есть ряд блогеров, например, Настя Миронова. Она говорит часто и откровенно о своих заработках. Она мне в интервью говорит, я зарабатываю 30 миллионов в месяц. Твоя вот эта фраза про то, что я зарабатываю в месяц 10 миллионов рублей, которую не каждый все-таки у нас такая ментальность. Это было два года назад. Да, но сейчас наверняка больше. Ты же стремилась к 30 чистой прибыли. Ты, кстати, достигла вот уже 30 миллионов в месяц чистой прибыли. Или метрошина. На последнем запуске инстологии мы в целом заработали, по-моему, 107 миллионов рублей. Моя доля 50%, и надо вычесть расходы, тоже разделить их по партнерам. То есть примерно в районе, наверное, 45-40 с чем-то в итоге моя чистая прибыль за вычетом всех налогов и так далее. Ну, то есть это такой подход, когда ты говоришь о том, что ты много зарабатываешь, значит, ты успешна. Успех притягивает успех, подобное притягивает подобное. И многие блогеры очень гордятся своими заработками. Та же Карина Нигай, она не говорит конкретно, сколько зарабатывает, но она очень много говорит о том, что меньше, чем вот за столько-то я не сделаю пост. Меньше, чем вот так, я не полечу в бесту. Трансатлантические перелеты только бизнесом, не бизнесом я не летаю. Вообще, при любых условиях, и бизнес только Аэрофлота. Либо, ну, Эмирейтс, и все, что, ну, как бы выше класса, чем Аэрофлот. Отели только пять звезд? Да. Я, если представитель бренда, хочу у тебя купить рекламу, но мне хотя бы примерно понимать, это больше, чем 500 или меньше. Это меньше. Ты афишируешь свои заработки? Нет, я не афиширую свои заработки. Мне хватает на все мои хотелки, скажем так, да? Хотя я все деньги трачу на еду, мне кажется. Нет, машину я тоже себе, вот, первую машину себе подарила на день рождения, вторую машину подарила себе на день рождения. Нет, я не из тех, кто будет хвастаться. Мне хватает. Я еще не считаю нужным рассказывать, сколько я зарабатываю. Зачем еще больше этой ненависти? Меня до сих пор увенят, что ты кто такая? Ты вот столько зарабатываешь. По среднестатистическому пользователю, обывателю, твоему подписчику, конечно, будет тяжело осознать порядок цен, не только на пост у тебя в Инстаграме, у любого блогера в Инстаграме. У меня есть подруги-блогеры, у которых в разы меньше подписчиков, чем у тебя. Но они достаточно зарабатывают, даже больше, чем я. Порой, мне кажется, даже больше, чем ты, они делают больше рекламы, они больше интегрируются в какие-то проекты. То есть даже имея 300 тысяч подписчиков, они зарабатывают несколько миллионов в месяц на Инстаграме. И, возможно, их подписчики тоже не всегда понимают, что это реклама, потому что есть как-то нативная реклама, есть какие-то там серии сторис, каждая из которых стоит по 50 тысяч рублей, и таких в день несколько штук выкладывается. И, по большому счету, сегодня действительно, если сделать интересный контент в Инстаграме, то можно, ну, как говорят, не работать, но это же тоже работа. Но у нас не готовы воспринимать это как работа. Это действительно, да, да, да. Опять же тоже, да, все говорят, что у тебя муж, он много зарабатывает, и тебе не обязательно, ты не паришься. Нет, я могу зарабатывать столько же, сколько и мой муж. То есть у нас нет такого, сколько он зарабатывает, сколько я, у нас общий бюджет. Бывает, когда я больше зарабатываю. Когда я общалась с людьми с рынка, так скажем, назовем их так, потому что мы примерно с одними брендами, наверное, с тобой взаимодействуем, мне сказали такую вещь, что у тебя произошла уникальная трансформация имиджа. Потому что ты там 15 лет назад, и ты сегодня, это два разных человека. Собственно говоря, что там триггерит твоих хейтеров все. Вот, вспомните, с чего она начинала. То есть сегодня ты, Саша Маркин, это премиальный продукт, который сотрудничает с люксовыми марками. И сегодня ты, конечно, не возьмешь рекламировать колбасу или пельмени, потому что ты, все, у тебя уже другой имидж и стренд. Это многих триггерит, потому что тебе там припоминают то, что ты когда-то, у тебя было много эротического контента, особенно там на старте твоей карьеры с фотографом Тихомировым. С Тихомировым. Во-первых, не хочу оскорблять тех, кто там рекламирует колбасу и пельмени, если это вписывается в их контент. У меня просто другая стилистика. Но это будет у меня нелепо смотреться, даже если это действительно хороший продукт. Но это со мной не клеится никак. У меня вот уход, то есть это бьюти, у меня одежда, стиль. И там у меня лайфстайл. Твой пример, на самом деле, он уникален с точки зрения построения личного бренда. Потому что далеко не каждой девушке, которую постоянно за старые фотографии пытаются захейтить, удается настолько выстроить свой личный бренд, что он ассоциируется с люксом. Вот то, что вижу я, то, что на поверхности, это отказ от рекламодателей, которые могут удешевить твой имидж. Видишь, минимализм даже в том, что касается внешности. Вот ты сейчас, у тебя ни лака на ногтях, практически нет никакого мейкапа. Ты отказался у нас тут от укладок, от причесок, от всего. То есть это такой европейский лаконичный стиль. В Инстаграме демонстрация семейных ценностей. Я тоже сторонник той идеи, что люди не просто меняются, люди растут, и это естественно происходит. Но не все твои подписчики готовы это принимать. Раз когда-то у тебя были эротические фотографии, значит, ничего не может измениться, и все это грамотный пиар. Вот есть такое мнение. Это не мои проблемы, по идее, так почитать. У меня не свой нос, ну это правда, а не свои скулы. Меняла разрез глаз, удаляла ребра, делала грудь. Но что из этого правда? Нос и губы. Я один раз, лет 7 назад, попробовала сделать скулы. Боже мой, я на себя в зеркало смотреть не могла. То есть у меня так вот все торчало. Я сразу такой тетенькой стала. Думаю, боже мой, ну нет. Нет, 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 слава богу, все рассосалось. Это вот единственное. Да, я иногда колю ботекс. Когда у меня там есть какие-то проблемы с лицом, я говорю об этом. Я сколько раз говорила про свой неудачный опыт ринопластики. Сколько я улучшилась. Я три раза переделывала нос. А ты в итоге в России или в Америке? Да-да-да, в России. Я здесь нашла хорошего хирурга, который мне весь этот кошмар исправил. И возможно, если бы я тогда в 19 лет знала, что меня будет ожидать на протяжении 10 лет, я бы не делала. Просто в тот момент я не знала, что мне идет. Но я всегда понимала то, что он мешает мне. Мне он не нравится. Плюс мне об этом говорили. То есть я еще к своей неуверенности, меня тут еще люди подпитывали вот этим. Сейчас вообще, знаешь, странная такая тема. Сделал нос, ты вся переделанная. Не сделал нос, какой-то кривой нос. Иди сделай. Все, что зависит еще от персоналии. Например, Ренате Литвиновой никто не будет напоминать, что у нее была ринопластика, которая, кстати, тоже удачная. Я сделала нос. Я себе нравлюсь. И я считаю, что мне не нужна косметика. Я стала намного увереннее в себе. Вот то, какая я сейчас, меня все устраивает. И, конечно же, найдутся те, которые напишут естественное. Но я тебя умоляю. Какая она естественная? Естественность не только там в переделанном носе, не только во внешности. Мне нравится лаконичный образ, поведение. У вас бывают моменты, когда ничего не хочется делать и нужно на что-то отвлечься. Поискать интересное кино, пробежаться по новинкам в любимом магазине, в конце концов съездить в гости к друзьям. Недавно я решила поискать на Яндекс.Путешествиях, куда можно съездить поздней осени. И так как люблю планировать свои поездки, начала с выбора отеля. Вообще, если честно, меня дико раздражает фраза «приедем на месте, разберемся». Я так не могу. Мне все нужно планировать заранее. В общем, все утро я провела за сравнением цен на авиабилеты и выбором отеля на Яндекс.Путешествиях. Нашла классный вариант, который сразу и оплатила. Как только я нашла отель, сразу увидела, что за эту бронь мне на Яндекс.Плюс вернется 10% от стоимости. Кто пользуется этой подпиской, знает, что баллы можно тратить во многих сервисах Яндекса. Заказать еду в лавке, потратить на такси или оплатить подписку на кинопоиск. Можно даже машину заправить. То есть я выбирала отель, а в итоге мне достался еще ужин из любимого ресторана с бесплатной доставкой и фильм на вечер из платной подписки. Вот что значит грамотное потребление. Если вы тоже планируете куда-нибудь отправиться и всегда обстоятельно подходите к планированию поездки, а также любите получать приятные бонусы, бронируйте отели на Яндекс.Путешествиях. Всем, у кого есть Яндекс.Плюс, прилетает 10% кэшбэка, который мало того, что можно тратить на любые сервисы подписки, так он еще и сочетается с кэшбэком вашего банка. Кстати, с 13 по 26 сентября у Яндекс.Путешествий суперакция. Можно получить в два раза больше кэшбэка, чем обычно. Это 20% в баллах плюса при бронировании отеля в России. Все, что нужно сделать, чтобы его получить, это поставить фильтр оплата на Я.Путешествиях при выборе отеля. В описании вы найдете ссылку на подробности акции и уже сегодня сможете подумать о том, куда бы отправиться в ближайший отпуск. Надеюсь, вы подберете себе отличное место для отдыха. Чем отличается сотрудничество западных блогеров с мировыми брендами от сотрудничества российских блогеров с теми же брендами? У нас к блогерам относятся с презрением. В Европе, в Америке инфлюенсер – это круто. У них прямо это вот… Ну, это индустрия. Это индустрия. У нас на рынке сложилась такая немножко унизительная ситуация для блогеров в каком смысле. На Западе, если блогер большой, миллионник, он либо амбассадор бренда, либо он не амбассадор бренда. А у нас ситуация, которую отчасти даже в одном из моих интервью транслировал Саша Рогов. Да, у меня эта тема очень знакома. Все очень построено на личных отношениях. То есть с кем ты дружишь, ты вот с ним дружишь. Я знаю, что Гуччи говорили в Париже, Саша, вот мы все там вот увидимся на показе ближайшем, ты же поедешь, ты же вообще, блядь, вот наш человек. Как бы, ну можно же выбирать амбассадоров не потому, что ты с ним дружишь, но у тебя же должен быть определенный бэкграунд, и по тебе не должно быть видно, что тебе это прислали. Ну, как бы, ты должен быть настолько органичным амбассадором, что у человека должно быть абсолютное ощущение, что ты это носишь, потому что ты от этого кайфуешь, потому что ты вчера в H&M кружился, а потом на тебя надели кардиган Гуччи и всем... Вот Гудков идеальный, кстати. Вот прям Гудков супер, вот пример попадания в точку. А даже, кстати, Константин вы написал недавно, когда я услышал, что Гуччи и Гудков дружат, я прям реально тебе скажу, вот это насколько я умею свои вопросики задвигать назад. Я написал Константину, говорю, Света, я вас поздравляю, Гуччи и Гудков это прям идеальная находка. Я согласна, да, это очень круто, да. При этом не важно, что ты на самом деле в жизни ходишь в H&M, а тебя там на пресс-тур одевают в Louis Vuitton, и на тебе это как корово-седло, понимаешь? То есть все просто дружат. У нас такая история, что ты можешь дружить, например, там, с пиаром бренда, и ты можешь иметь к бренду какое-то отношение, но как-то обтекаемо будешь называться другом бренда. То есть ты не амбассадор, ты не лицо, тебе, возможно, даже невозможно, скорее всего, люксовый бренд за это даже и не платит. Нет, нет. У меня близкая подруга сотрудничает с одним люксовым брендом, и меня даже не одна. Одна сотрудничает с одним люксовым брендом, а другая близкая подруга сотрудничает с другим. И обе они мне говорят, эти сумки и платья у нас потом забирают. То есть нам надо в них появиться, а потом мы это отдаем. И в этом во всем есть какой-то дикий, просто, на мой взгляд, цинизм. То есть эти мои подруги, я не знаю, да я думаю, что у тебя, скорее всего, так же, они зарабатывают, скорее всего, на том, что они там рекламируют бьюти или рекламируют фэшн-бренды не такого масштаба. А потом этот условный, ну ладно, назовем его Louis Vuitton, заберет эту сумку и скажет, прости, пожалуйста, ну вот за счастье с нами ассоциироваться, вот мы тебе не просто не заплатим, но и вещи еще заберем. Вот как тебе кажется? Нет, слава богу, с этим брендом таких ситуаций не было. То есть тебе оставляет Louis Vuitton вещи? Да, конечно. Ну, они дарят сумки, украшения, аксессуары. Ну, значит, толп, потому что не всем блогерам они дарят. Это, ну... Это подарки. Да, да, да. Они могут одевать на мероприятие и потом забирать. Я считаю, что это норма. Все настолько хотят ассоциироваться с люксом, что готовы не просто бесплатно работать, но еще и... А их можно понять? Это же классно для имиджа. Галочка уже так. Ну, вот цинизм в чем? Блогер зарабатывает на сотрудничестве с брендами попроще, а с этим брендом за счастье с ним работать готов делать это бесплатно. Это у нас так выстроили политику, да. Ты что, вот скажи спасибо. Было мероприятие в Пушкинском музее Louis Vuitton. Ты, по-моему, на нем была. Это мероприятие меня поразило. Сначала об этом написала Эвелина Хромченко, а потом об этом написал весь Телеграм, и я в том числе. Хотя многие мои друзья там были. И причем, когда мои друзья туда собирались, я еще говорила, круто, ты идешь на мероприятие Louis Vuitton. Но только в России, возможно, такая ситуация, что коллекции, которые уже показали, и которая, по сути, являлась обычным клиентским показом. И раньше такие коллекции показывали в Барвихе. Просто, ну, как бы, ладно ЦУМ, когда делает показ не новых коллекций, потому что они продают это. Но зачем Пушкинский музей, такая престижнейшая площадка, отдает такую роскошную свою локацию под проходную клиентскую коллекцию, и топовые просто инфлюенсеры собираются, чтобы это все поддержать? Это только в России, возможно. И если бы западные инфлюенсеры за этим наблюдали, они бы, конечно, сильно удивились, что старая коллекция, которую просто надо распродать, для нее дают топовую локацию в Москве, и топовые инфлюенсеры приходят это поддерживать. Это удивительно. Ну, то есть ты все-таки считаешь, что это не зазорно с большим люксовым брендом, даже будучи топовым блогером, бесплатно сотрудничать? Почему нет? Ну, тебе же надо зарабатывать. Они хотят твой имидж и твою аудиторию. Ты с Луи Витон сотрудничаешь. Я обожаю этот бренд, понимаешь? У меня первая моя дорогая сумка, это была Луи Витон. Моя тоже. Но они хотят твоего имиджа. Разве это честно, что они тебе не платят? А я хочу с ними работать. И я готова. Так вы почему так повелось? И сейчас они мне дарят сумки, которые я не куплю. Я не буду лукавить и говорить о том, что если бы какой-то люксовый бренд мне решил что-то подарить, я бы сказала, я такая принципиальная, я ничего не выставлю у себя в Инстаграме. И уберите мне тут ваши люксовые вещи. Но если бы ко мне пришли на Ютуб и сказали, Ютуб это место, где я зарабатываю. Все-таки в Инстаграме у меня есть бартер, а на Ютубе я зарабатываю. И мне бы сказали, мы хотим у тебя рекламную интеграцию, и все будут думать, что ты чуть ли там не амбассадор бренда. Давай. Я бы отказалась, потому что мне кажется, что то пространство, где я могу заработать, то есть эту мощность, так скажем, у меня заберут, а я могу продать там рекламу. Я, пожалуй, откажусь, потому что я буду думать, раз они хотят мою аудиторию и интеграцию вот в этот выпуск и понимают, что имиджево я отличаюсь от многих ютуберов, пускай, пожалуйста, заплатят мне деньги. А в Инстаграме, конечно, я по бартеру посотрудничаю, потому что я хочу с таким брендом как-то. Ну, значит, ты не настолько любишь бренд. Что значит, настолько или не настолько? Ты же им нужна так же, как они тебе. Ну, нет на нашем рынке пока такой, ну, я не знаю, разве что может быть с Ренатой Литвиновой. Есть коммерческие отношения у мировых люксовых брендов, мы не про российские. Но, тем не менее, это сотрудничество считается престижным. Начался учебный год, и вокруг сейчас все разговоры о школе. Родители старшеклассников, которым в следующем году уже поступать, особенно переживают. Очень часто они суетятся и ищут хоть какого-нибудь репетитора, совершенно не обращая внимания на то, по каким материалам он будет готовить ребенка к экзамену. Давайте раз и навсегда разберемся с тем, как стоит готовить своих детей. ОГЭ и ЕГЭ – это сложные, комплексные экзамены, которые обновляются в конце лета. В этом году новые задания появились 25 августа, но при этом старые пособия не пропали с полок. Важно быть уверенным, что ваш ребенок занимается по актуальным материалам, поэтому нужно подбирать репетиторов, которые не просто прогоняют по школьной программе или разбирают экзамены на устаревших примерах, а следят за обновлением ОГЭ и ЕГЭ. Такие специалисты работают в Maximum Education. Их методисты мониторят изменения в экзаменационных материалах и каждый учебный год актуализируют курсы для старшеклассников, а преподаватели правильно готовят к общему и единому государственному экзамену. Преподаватели Maximum Education сами сдавали экзамены на высокие баллы, прошли обучение и хорошо понимают, как сделать так, чтобы ребенку на занятиях было не только полезно, но и интересно. Лучше всего, я думаю, говорят гарантии, которые Maximum Education дает всем родителям. При условии посещаемости и выполнении домашних заданий они гарантируют поступление в устный бюджет и 4,5 за ОГЭ. Готовиться к ЕГЭ и ОГЭ в Maximum Education можно за разумные деньги, учитывая их гарантии – 2 990 рублей в месяц. Пожалуйста, не забывайте о том, что ОГЭ и ЕГЭ – это огромный стресс для детей. Помогите своему ребенку переступить этот трудный период и уверенно шагнуть в будущее, создав для него комфортную атмосферу для получения знаний. Вы можете ознакомиться с программами, которые предлагают Maximum Education по ссылке в описании и уже сегодня записать своего ребенка на курсы. Какие для тебя дополнительные мотивации такого сотрудничества, помимо того, что тебя с этим брендом будут ассоциировать? С процентов, наверное, 80 люксовых брендов мне на самом деле платят. В первую очередь косметические. А с остальными у нас выстраиваются дружеские отношения, они взаимные. То есть мне нравится, что меня ассоциируют с этим брендом. С этими брендами ты отправляешься в пресс-тур. Невероятные на самом деле, потому что Estee Lauder пресс-тур, сколько уже прошло? Два или три года? Я до сих пор его вспоминаю. Насколько он был классным. Потому что мы были за кулисами перед показом. Там, где красили ту же самую Беллу Хадид, Джиджи Хадид, всех мировых просто моделей. Мы ходили на показ с Том Форд, а после оставались на вечеринку. Когда Карди Би кому-то дала своим каблуком по голове. Тоже какой-то рэпер же артистки. Ну... Ну то есть ты видела все это своими глазами? Круто. Я выберу это. Я не выберу деньги. Я не выберу оплачиваемый пресс-тур. Я выберу эмоции. С одной стороны, блогеры действительно, они сейчас набирают обороты. И, возможно, мы даже подходим к той эпохе, когда блогерам и за такие пресс-туры будут платить. Потому что, когда я работала в медиа, я в такие пресс-туры ездила. Только бренду глянца, от которого я ездила, еще за это и платили. Лореаль везет в Париж на неделю моды. И я там фотографируюсь с Беллой. И тоже вижу все то же самое. Хотя, ну, мне лично никто ничего не платит. Но бренду от которого... Глянцевому бренду, который пригласили и меня как его представителя, еще и бренд платит деньги. Я просто к тому говорю, что, возможно, вектор меняется, и скоро все это случится. Но это все-таки немножко, на мой взгляд, не очень честная история. В том плане, что все-таки глянец, скорее всего, за подобный пресс-тур получит еще и деньги, помимо вот этих всех эмоций. А блогера в этот пресс-тур свозят просто потому, потому что нам нужна твоя аудитория, но платить мы тебе еще пока что не готовы. Да, ну, знаешь, еще многое зависит от того, что от тебя бренд требует. Потому что многие прям прописывают. Вот мы вас оправим в двухдневный пресс-тур, но вот вы должны сделать миллион сториз, триллион постов. Мой нет-нет-нет. Если вы нас отправляете в пресс-тур, за который вы не платите, мы сделаем такое количество историй и такое количество постов. То есть ты свободна? Конечно, я свободна, абсолютно. Вот так же в сотрудничестве с брендами, с крупными, с люксовыми. Они не требуют от меня каких-то, они не ставят меня, не вгоняют в эти рамки. То есть я делаю, что хочу. Я хочу, сфотографирую так, я хочу, напишу вот так. А если мне не понравится, я вообще ничего не сделаю. То есть за подаренную сумку Louis Vuitton ты не должна абсолютно четко какое-то количество постов или сториз? Нет-нет, абсолютно. То есть захочешь, выложишь, не захочешь общения? Да, я свободна. Так еще более честно. Конечно, ничего не требуется, не требуется ни статистика. То есть бренд мне подарил, и уже я вправе выставлять или нет. И это здорово. Да, здесь я, пожалуй, согласна, что если это история без брифа, и это твоя свобода, то почему бы нет? Ну, вообще, все равно глобально. Ты же понимаешь, что рынок должен прийти к тому, чтобы и люксовые бренды платили. Ну, если люксовому бренду ты, Саша Маркина, которая сделала такую огромную трансформацию и стала из девочки с секси-фото одной из любимец люксовых марок, нужна такая аудитория. Ну, это же правильно, когда ты за эту аудиторию платишь. Да, я согласна. Возможно, пока мы к этому не пришли, но я надеюсь, что мы придем, и я буду очень рада. Просто пока мы все-таки с такой радостью все пытаемся ассоциироваться с люксом бесплатно, мы останемся локальным рынком. Ну, понимаешь, еще в чем здесь проблема? Это привзятые отношения. Вот, например, ну вот не нравлюсь, я пиарщица. Вот, кстати, да. Это на нашем рынке российском особенно большая проблема. Ну, вот думает она, что у меня какое-то нехорошее прошлое, что я там одеваюсь в Заре, а тут вдруг я буду рекламировать люксовый бренд. Ну, вот не нравлюсь я ей. Не нравится моя внешность, не нравится моя подача. Она меня не возьмет. Я тебе скажу, как тебе надо сделать, чтобы она тебя взяла. Тебе надо начать с ней тусоваться, как многие делают. Я не буду тусоваться. Ты же знаешь, как у нас на рынке устроено? Тусовки, дружба, улыбки, обнимашки. Нет. Если мне человек не интересен, я не буду с ним, я не буду насильно себя заставлять с ним общаться и ему улыбаться. Поэтому на всех мероприятиях это не потому, что я высокомерная, ну, просто не такой я человек. Я вот не могу в рот заглядывать. Возьмите меня в этот бренд. Нет. Ну, вот смотри, я понимаю, о чем ты говоришь. Мне было очень приятно, когда ты выложил у себя сторис с упоминанием моего выпуска с Сашей Роговым, где он рассказывал о своем конфликте с брендом Гуччи. И мы действительно все годами думали, что он являлся его чуть ли не амбассадором. А оказывается, ему как бы, ну, все было совсем не так, мягко говоря, не будем пересказывать этот выпуск. И он очень много говорил о кумовстве, как устроено у нас на нашем локальном российском рынке. Абсолютно с ним согласна. И действительно, когда он приводил в пример, я прекрасно отношусь к Артему Королеву, прекрасный он деятель, там, шоу-бизнеса, телеведущий. Но он, конечно же, в наших умах не ассоциируется с брендом Гуччи. Но если он дружит с его пиаром, он становится... Он будет, да. Да, он становится, типа, как бы, другом бренда или чуть ли там, не знаю, не амбассадором бренда. Но он скорее становится другом пиарщиков. Да, он становится другом пиарщиков. А не другом бренда. Да. И в этом смысле я всегда думаю, господи, какую же они проводят экспертизу, потому что зачастую не очень коррелируется инфлюенсер с брендом. Вот, например, у того же, который я упоминала, Луи Виттон, мне нравятся инфлюенсеры, которых они выбирают. Мне кажется, что тут плюс-минус, как бы, корреляция есть. Кстати, вот если говорить тоже про свои ассоциации с тем же Луи Виттон, вот они сотрудничают с Ксюшей Дукалис, но для меня вот она ассоциируется как раз больше с брендом Гуччи. И мне кажется, что... Я понимаю, о чем ты. Или, не знаю, например, бренд Шанель. Мне кажется, там вообще идеальная экспертиза. Сардар, Юлиана Сардар. У нее всего 11 тысяч в Инстаграме, но она настолько идеальная, что мне кажется, здесь просто гениальная экспертиза бренда. Что посмотреть? Или Саша Ревенко. Она очень своеобразная. Я ее, кстати, снимала. Кому-то на любителей. Но она вот для меня вот действительно какой-то суперлюкс. И она вообще точно неудобный человек, чтобы с ней дружить. Она как бы непростая в коммуникациях. Но мне кажется, это прям тоже удача дома Шанель. Мне кажется, что Шанель они какую-то экспертизу проводят. Но в большинстве своем нет. Да, но бренды сейчас также выбирают амбассадоров, да, не по количеству лайков, не по количеству подписчиков. И это очень здорово. Это круто. У меня, да, ну как бы я в определенный момент набрала там миллион двести, да. Миллион триста у меня был. Сейчас уже вот миллион двести. Я набрала его тогда. Вот. Сейчас у меня нет какого-то резкого роста. Мне кажется, сейчас уже нельзя вырасти в Инстаграме органически, без какого-то экстраординарного инфоповода. Поэтому, когда говорят, это он блогер, у него там миллион двести, о боже, это мы, ну и что? Ну миллион миллиону рознь. Можно очень легко собрать миллион, выкладывая какие-нибудь стримы стрёмные. И вряд ли какой-то бренд будет с тобой работать. Сейчас, конечно, конечно. Новые соцсети, вот ТикТок, то же самое. Много же сейчас популярных именно из ТикТока. Ну это молодежь, скажем так. Мы отдалеки от этого. Возвращаясь к теме вот блогинга, заработков, блогинга как бизнеса. У тебя основной или единственный источник дохода это Инстаграм? Это единственный. Ты не развиваешь Ютуб, другие соцсети. Ты всё в Инстаграме. Мы пытались как-то, но не получается. Я не могу столько времени уделять. Всё-таки для меня это, да, это для меня работа. Но и в то же время это как хобби. То есть я не живу интернетом. Почему ещё к блогерам, мне кажется, так относятся? Потому что многие помешаны на этом. Ты идёшь, ешь, ты должен сфотографировать. Ты с кем-то встречаешься, ты должен его снять. Ты идёшь, не знаю, кто тебе что-то сказал, ты должен об этом рассказать. У тебя что-то произошло, ты тоже это транслируешь. У меня не так. То есть я с кем-то встречаюсь, у меня нет такой задачи обязательно это выставить в Инстаграм. Я этим не болею, и у меня есть всё-таки какие-то границы. И я вот не хожу с камеры и не снимаю всё, что вокруг меня происходит. Критика блогеров в первую очередь связана с тем, что многие считают, любой идиот может быть блогером. Я недавно выступала на ПМФ, это Питерский международный экономический форум, в рамках дискуссии блогинг против журналистики. И серьёзные люди, большие медиа-менеджеры говорили о том, что вообще блогеры, ну по сути это не очень умные люди, которые отупляют большую часть населения. Я на это возражала и говорила о том, что ну если это так легко, ну попробуйте, ну станьте блогером, соберите, как Моргенштерн и Бузова, которые отупляют людей, такую армию фанатов, и чтобы этот успех был не случайным, а многолетним, ещё и взаимодействуйте с этой аудиторией, чтобы она как-то в это во всё вовлекалась. Я сторонник теории, что для того, чтобы, ну условно говоря, ничего не делать и жить припеваючи, развивая свой блог, надо всё-таки иметь какую-то уникальную харизму, чтобы то, что ты выкладываешь, увлекало огромное количество людей. Успех случился именно с тех времён, когда ты выкладывала много своего, ну такого горячего контента, так скажем. Он разошёлся по миллиону разных сайтов, и, не знаю, мне кажется, это уже не вычистить из интернета, этого было много. Но даже сейчас, даже когда ты просто мило в семейной поездке едешь на велосипеде по Мальдивам, всё равно же видно очень красивая фигура, но просто обрамление этого контента стало другим. Я научилась правильно преподносить без пошлости, потому что раньше я этого не умела. Ну и сейчас, в принципе, я стараюсь меньше транслировать своё тело, потому что, наверное, я всё-таки уже выросла из этого образа. Сейчас настолько много оголённости, скажем так, в интернете, ну что уже как-то неинтересно. Раньше, да, это было классно. Ты молодой, горячий, всё это выставляешь. Ты даже не думаешь, красиво это, некрасиво. Ты, наверное, сейчас смотришь и думаешь, что красиво это. Я их не смотрю. Вот мы с Сашей познакомились, мне было 19 или 18. Но это, наверное, единственное, за что мне стыдно. И мне прям, о, боже мой, всё, надо удалить. Мне-то моя бабушка это видела. Мои братья наверняка это видели. Но я очень рада, что мне стыдно только за это, а не за что-то большее. Снобизм по отношению к блогерам сменяется вот этим удивлением, за что им платят такие деньги. Ну я знаю, что ты не сильно афишируешь там свои расценки. Ну, например, пост, не знаю, у тебя в Инстаграме меньше или больше 300 тысяч стоит хотя бы вот так? Больше. Больше, да. Ну вот, и, соответственно, каждый может понять, что ты здесь можешь сделать несколько постов, и ты... Конечно, да. И прекрасно полететь на отдых. Или купить что-нибудь, или отложить. Ну вот о стелсторах ты часто сотрудничаешь. Это по симпатии или... Когда как. Или коммерция. Да, да. Всегда по-разному. Если мне понравится какая-то вещь, несколько, я прям пишу, блин, пришлите, пожалуйста, офигенные брюки. Они вообще без проблем присылают мне. И мне не нужны деньги. Марина Галамаздина, у вас есть какие-то личные отношения? Да, да. Я её обожаю. Мне тоже очень нравится. И вот, как недавно сказала, она прям огромнейший пример для многих женщин. И я считаю, что это хороший пример. И опять же, мы с ней видимся не так часто. Нам вот достаточно просто поддерживать отношения. Так вот, даже в том же самом интернете, в WhatsApp. Этого достаточно. Но она человек, об которого коучи ломаются. Она очень проработанная, безумно проработанная человек. Но после всех событий в её жизни, которые были, по-другому, наверное, не могло бы и быть. Мы это обсуждаем. Опять же, мы это, да, мы это обсуждали. Но я через многое прошла. Я очень рано повзрослела. Ты сейчас имеешь в виду раннее юношество, когда ты лишилась мамы? Да, да. Ну, не только это. Да, это одна из главных, конечно же. Но вообще на протяжении всего вообще моего взросления. Но оно было далеко не самым идеальным, не самым хорошим. Скажем так, даже наоборот. И поэтому иногда я даже сама себе задаю вопрос, а как я вообще стала тем, кем я сейчас являюсь? Почему меня не занесло никуда в плохие компании, в ту же самую сферу? Ну вот почему? Ну, наверное, всё-таки есть голова на плечах. Поэтому для меня, когда мне пишут, что мне там что-то не то, ну, ребят, это мелочи. Здесь намного важнее проблемы, которые нужно прорабатывать, которые нужно решать. Но вот эти вещи, которые ты говоришь, очень жёсткие в твоей жизни, ты о них принципиально не говоришь? Или ты можешь как-то обозначить, в какой они были сфере, с чем они связаны? В сфере, ну, наверное, в основном это связано с моей мамой, да. Вот. Ну и, в принципе, я вот, знаешь, постоянно... Я вот ранее говорила тебе там лагеря. Ну, такое. Ну, что тебя обижал там кто-то? Нет, меня просто отправляли, ну, потому что не было на меня времени, скажем так. И я наблюдала за всеми этими детьми, потому что меня отправляли не в платные лагеря, а как раз-таки в лагеря, которые для детей из неполноценных семей, потому что у меня была такая. И я так за всем этим наблюдала и ни с кем не дружила. Кто-то там режет себе руки, кто-то там уже, не знаю, в 12 лет занимается сексом, вот. Как они там воруют, гнобят друг друга. И мне было неприятно за всем этим наблюдать уже даже тогда. И, понимаешь, я в этом росла. Я не могу. Я вот жила вот в этом, во всем неблагополучии. Я его знаю, наверное, со всех сторон. Ага, спасибо. Я с виду, что не только материальное, но оно было, ну... Материально денег не было. Ну, то есть моя бабушка работала, она в магазине вот через дорогу, там, 24 часа. Я принадлежала сама себе. Вот. Мама моя тоже не работала. Вот. Мы как бы все жили вместе. А почему она не работала? Ну, не знаю. Время от времени работала, а так нет. У меня бабушка в основном всех содержала. Да, она у меня суперсильная женщина. Я прям не могу, как люблю ее. Помимо отсутствия денег, вот мы раньше сдавали там, сдавали бутылки, может, купить мороженое, там, с утра до вечера гуляли, потому что... Дома нечего делать. Дома нечего делать, да. Я оформляла документы на квартиру. Мне ее дали, потому что я сирота. Вот. То есть государство. И когда я оформляла документы, со мной сидели такие же девушки, ну, тоже из неполучных семей. Они уже были на тот момент матери. И я слышу, как одна женщина говорит про своего ребенка. «Ой, мне там мешало, я там его закрыла ванной, знаешь, или... Ой, я там вот выпила, там отдала соседке». И я думаю, «Боже, что ж ты делаешь? Ты сама жила в такой неблагополучной семье. Зачем ты повторяешь ошибки своих родителей?» И так многие. И для меня главным вообще моим правилом было не повторять этих ошибок. То есть я должна быть хорошей матерью. Ну и вообще, в принципе, хорошим, успешным человек. Я закаленный человек достаточно. И я всегда стараюсь помогать тем, кто слабее. Вот. Наверное, это тоже из-за детства. Я их не гноблю, я им помогаю. Вот. Как-то так. Ну, я так понимаю, что у тебя все-таки с каким-то видом насилия была связана история. Да, да, да. Не со мной, а вот именно в семье. Поэтому это как бы да. Возможно, я когда-нибудь буду готова к психологу, с которым я проработаю это. Но сейчас нет, не готова. А с мужчинами у тебя сразу хорошо складывались отношения? Или прошло время, прежде чем все, как сейчас, сложилось? Просто когда сложное детство, бывает с этим тоже сложности. У меня в семье не было ни одного достойного мужчины, скажем так. У меня все женщины на своих плечах, скажем так, вывозили. И поэтому я так же на это все смотрела и говорила, нет, я так не хочу. И слава Богу, я ни одной ошибки не повторила. Своей бабушке, своей маме, тете. Нет. Я, во-первых, к мужчинам отношусь спокойно. У меня нет такого, о боже мой, идеальный мужчина, но он женат, но он мне нравится, я его должна отбить, и должна быть с ним. У меня, во-первых, есть ценности. Меня всегда интересовали мои ровесники. Вот, то есть у меня не было мужчин, которые были меня старше. Вот. И я всегда была в отношениях. То есть, поэтому даже когда про меня что-то говорят, я думаю, интересно, а когда я это успела? Вот у меня в 17 лет появились первые отношения, я простречалась, потом из этих отношений я ушла в другие. Я вот жила в Киеве два года. Как раз когда я работала в магазине продавцом-консультантом и получала 12 тысяч рублей. А мой молодой человек не работал. Я так, нет, нет, нет. Из этих отношений я перешла в другие. То есть, я всегда переходила, и я одной не была никогда. А со своим нынешним мужем как вы познакомились? В инстаграме. Он тебе написал? Как бы это не звучало в инстаграме. Да, да. Ну, у нас общий друг есть, потому что прям с новыми молодыми людьми у меня обязательно должен быть общий друг, общие знакомые. Потому что с абсолютно новыми я не знакомлюсь. Я его видела, и вот он мне написал. Конечно, то, как он тебе сделал предложение, это абсолютно какая-то кинематографичная история. В Нью-Йорке на хоккейном матче. А во время игры кто там в Нью-Йорк Рейнджерс и Тампа Бэйк, кто там что-то... Я не помню, но... Но там был русский хоккеист, которого вовлекли во всю историю. Это вот, если кому-то рассказать, это невероятная совершенно история. То есть, он умудрился сделать так, что ему российский хоккеист Артемий Панарин передал шайбу, на которой было написано «Will you marry me?» и тебе сказал, чтобы ты пошла как-то их сфотографировать. В итоге на этих огромных экранах все это транслировалось. Это вообще была такая ситуация. Я тоже получила много критики после этого видео. А что ты недовольна этой сети? Да, да. Но на самом деле я уже рассказывала, мы перед этим поссорились. Я не понимала, почему мы отдыхали еще с другом, то есть, мы втроем были. И он говорит, после мы пойдем в ресторан. Оденься, ну, как бы там накрась, оденься там в брюки, там на каблуках. Я такая, думаю, блин, хоккей, да не хочу я. Такая еще погода была мерзкая. Не хочу, я устала, я вообще не хочу на хоккей. Такой, нет, пойдем. У меня эти каблуки в сумке, я злая, дождь. А я же вижу, что он сам на взводе, и я понимаю, что-то он какой-то добрый, то есть, не сказал мне, ой, все, ладно, сиди, вот как сидишь. Думаю, почему он так настаивает? То есть, я тогда, в принципе, что-то неладное уже заподозрила, но не думала, что настолько. Слушай, но он заморочился, это же надо было такое провернуть. И поэтому, я вот сижу, жду, он говорит, сейчас хоккейс подъедет, я с ним сфоткаюсь. Ну вот я и сижу, тут надутая вся, я жду. Тут он подъезжает, дает мне эту шайбу, думаю, ну просто шайбу, ну как бы подержать, окей, подержу, чтобы не было в кадре. Потом я тут такая, чего? И то есть, весь процесс снимали. Да-да, и на этих огромных экранах все транслировалось. Ну просто никто уже не знал предыстории, почему я такая была недовольная. Ну зато все понимают, что это не постановка была, это видно, что это не постановка. Да-да, ну и плюс я была просто в шоке. Дрожал он, дрожала я, на меня это кольцо не налезло. Не налезло? Нет, я просто как бы убрала. Мы идем, у меня просто все как в тумане. Я вот сижу вот так вот. Ну ты потом оценила, что вообще, как он это сделал? Все-таки, не знаю, это такая история. Он не я, не романтики. И я помню, я еще думаю, ну как вот, где сердце у человека, почему оно не дрогнуло? Но потом я задумалась, если бы я сидела, я могла вообще в носу ковыряться. Плюс я же еще не люблю, вот там же огромное количество людей было. Думаю, господи, ну что же ты сделал? Смотрят же на нас. То есть мне хотелось просто забиться в угол. Я вроде бы, я была рада, но я была в шоке. Плюс еще от того, что это увидело огромное количество людей. Но потом пересматривать было прикольно. Не, ну это очень классно. Я считаю, что это одно из самых красивых предложений руки и сердца, которые вообще только вот в реальной жизни случались. Хочу цветы. Я не буду намекать своему мужу, что я хочу цветы. Ты прямо скажешь? Нет, я закажу их. Сама закажешь? Да, да. Вот. Ну то есть мне нет такого. Ой, там, а вот было бы хорошо. Ой, вот это красивое. Посмотри на эту фотографию. Нет. Я говорю либо в лоб, либо сама это все покупаю. Вот эти вот все женские штучки не твое? Я не умею. Я бы хотела, может быть, наверное, научиться, ну хотя бы чуть-чуть, но я не умею. Слушай, ну как же так? Вот у тебя такая жизнь, и прямо противоположная про тебя пишет желтая пресса. Все, кто знают, они меня уважают. После того, как ты вышла замуж, вот что в твоей жизни изменилось? Ты вот этот гештальт закрыла, касающийся нормальных семейных отношений? Гештальт связанный с тем, что у тебя не было нормальной семьи как такового? Да, да, да. Все мои отношения были без насилия любого характера. Потому что сейчас ты, можно сказать, ролевая модель для всех девушек, которые стремятся к построению таких вот... Нет, нет, нет. Я не потерплю хамства в отношениях, предательства. То есть предательство это измена, естественно. Не потерплю рукоприкладства вообще ни в каком. У меня как-то давно, тетя посмела там пощечину мне дать. Я с ней не общалась семь лет. Семь. Для меня вот кто бы это ни был, я не потерплю. Нет. Нет. Это для меня дико. Так не должно быть. А слухи о благосостоянии твоего мужа сильно преувеличены? Намного. То есть мы с ним когда познакомились, вот он тренировал детишек, там вот зарабатывал определенную сумму. Я зарабатывала больше него на тот момент. он не олигарх. Он не олигарх, но мы стремимся. Мы стремимся к лучшей жизни. И мне кажется, у нас неплохо получается. Он из тех людей, которые не скажут, так, что-то здесь дорого, давай мы от этого откажемся и от этого. Он скажет, так, много денег уходит, да, дорого, значит, нужно работать больше. Вот он из этих людей. И я очень этому рада. Я очень ему горжусь. Почему вы решили рожать в Америке? Мы мечтали давно пожить в Америке, именно в Лос-Анджелесе. Плюс мы мы имеем возможность, мы бы хотели, чтобы у нашей, у нашего ребенка был выбор. То есть если она не захочет жить в России, у нее есть возможность пожить в другом месте. Хотя меня почему-то тоже самое в Инстаграме как-то осудили. Ты поехала рожать из американского гражданства. Ну, то есть это не история про недоверие к нашей медицине? Нет, нет, абсолютно. Вот как раз-таки мне не повезло в этом плане. Мы еще рассматривали Испанию, потому что там классный климат. Я очень зависима от погоды. И я поняла, что зимой мне будет очень тяжело. Ну, почему мне уехать? Там, где тепло. И я наслаждалась там каждым днем. Все проходило, все протекало прекрасно. Я каждый день видела солнышко, купалась в бассейне, гуляла, ездила на океан. И у меня было соответствующее настроение. То есть я наслаждалась процессом. А с чем мне повезло? С врачами не повезло? С врачами мне не повезло. То есть хваленая американская медицина оказалась не такой уж идеальной? Нет, далеко. Во-первых, каждый твой вздох ты должен оплачивать, если у тебя не страховки. Каждый твой шаг тоже платишь. Цены, ну, просто лучше их здесь не произносить, сколько там платят за медицинские услуги. И качество недалеко не самого лучшего. То есть это все какой-то миф. Ну, в Лапино ты бы пять раз родила, да, наверное? Да. Да. И там, возможно, мне не занесли бы инфекцию, которую занесли мне при родах. Вот. И я сейчас лечусь очень плотно. И у меня весь процесс проходил 35 часов. Я думаю, я там уже ничего не хотела. А ты не просила кесарево? Ну, мы пытались это все естественным путем. и мне вызывали роды. Потому что ребенок был крупный для меня. Он говорит, давай на 39 неделе, если не родишь сама, мы тебя вызовем родом. Я говорю, хорошо, но я же не знала, что это настолько ужасно, это настолько больно, это просто мучение. А анестезию тебя никакую не делали? Делали. Но, понимаешь, та же самая педуралка. У нас, насколько я знаю, это как делается укол. Да. А там, там прям ты лежишь с катетером. Ну, и представляешь, 35 часов с катетером в спине. И меня трясло настолько, что, когда уже сам процесс родов был, Андрей не смог мне держать руки. Меня настолько трясло от этого всего. И я это все время не ела. Ты 35 часов испытываешь схватки. Тебе, да нет, все нормально, все нормально. Ну, и уже в конце я сказала, нет, давайте. то, что уже для ребенка это было не очень хорошо. Да, мне сделали кесаревую, занесли все, что можно было занести. А как клиника называлась где-то, где ты рожала? Это клиника под Лос-Анджелесом. Она не популярная. Мы просто за врачом. Мы просто за врачом. Нет, нет, там вообще цены какие-то нереальные. Там миллион долларов стоило родить. Мы пока не доросли до такого. Мы заплатили нормально. Главное, что ребенок здоров. Для меня это самое главное. Я вылечусь. Ты знаешь, я много слышала подобных историй, что на самом деле роды в Америке это не так прекрасно, как все думают. Нет. Как рожают в наших хороших, если брать московские, роддома, так скажем. Тот же Лапин, Перинатальный, Кулакова. Даже тот же четвертый роддом. Ну, то есть можно очень хорошо родить в отдельной палате. Будут прекрасные условия. И прекрасные врачи. У меня тоже, когда я рожала ребенка, стояла выбор ехать за границу, не ехать. Я не пожалела, что осталась здесь. Но вопрос к гражданству безусловно заманчивый. Мне тоже кажется здорово, когда у ребенка есть выбор. Я совершенно вообще не считаю, что это даже как-то не патриотично. Ну, вот с медициной в Америке, да. Причем во всех областях там все непросто. Да. На самом-то деле. Мне как рассказывали, там девушка пошла к гинекологу, она сидит и говорит ему, что ей поставил прошлый гинеколог. Он прям при ней вбивает в гугле и говорит, что с ней и чем нужно лечить. Вот. И у нас, в принципе, да так же было. Даже здесь же я привыкла, я в ВМС наблюдалась. Там 3D, то есть там прям все до мелочей смотрят за ребеночком. Там это делают раз в месяц. Там каким-то вообще доисторическим... Паргулеси, да. Да, да, да. Ты просто ничего не видишь. Да, все нормально. Ты не сдаешь толком анализы. То есть у них-то так. Ну, то есть, если бы тебе сейчас задали вопрос, советуешь ли ты рожать в Америке? Что бы ты... Я не могу брать такую ответственность, потому что ну, я искренне считаю, что мне не повезло. Я выбрала не того врача, я выбрала не ту клинику. И, возможно, Лос-Анджелес, наверное, это не то место, где нужно рожать. Почему рожают в Майами? Да, да. Во-первых, там в основном все рожат у русских врачей. Вот. Там много русских, опять же. И там вот эти русские врачи туда мигрируют. Я, когда бываю в Майами, как правило, если я знакомлюсь с кем-то русским, это оказывается русский врач. Либо переехал пластический хирург, либо гинеколог, либо кто-то... Вот очень часто это бывает. И зачастую как бы хваленая американская медицина оказывается частично-то... Очень дорого и очень некачественно. Как, в принципе, и во всем. Сервис тоже. Мне кажется, вообще в Москве лучший сервис в мире. Да, я так скучала. Я не делала все это время маникюр, педикюр. Я думала, господи... А доставка еды там или 15 минут тебе любые продукты привезут? Там? Здесь. А, здесь, да. Там такого нет. Нет такого, да. Да, нет такого. Мы уже такие нас избаловали вот эти все наши... Знаешь, как мне кажется, вот у нас люди, как Артемий Лебедев называет, им свойственен потребительский терроризм. Мы настолько здесь привыкаем к качеству за небольшие деньги, что здесь требуем большего, больше всего нам здесь не нравится. И мы приводим там в пример какие-то вещи за границей, хотя все равно, конечно, тянет в Америку. Там многие вещи очень классные. Классные, конечно. Как и везде, есть плюсы и минусы. Ну, говорю, что я прям получала удовольствие от беременности. Именно от беременности. От всего процесса вот этого и от места, где я находилась. Я прям была рада. А вот второго ребенка ты бы рожала в Америке? Возможно, не в Лос-Анджелесе либо у другого врача. Но, да, почему нет? Было бы здорово, если бы у всех моих детей было двойное гражданство. А не так, знаешь, у кого-то есть, а у кого-то нет. Как-то обидно. А если вот сейчас кто-то нас смотрит и какая-то девушка собирается как раз рожать в Америке, какие бы ты дала советы? Вот каких ошибок стоит избежать? Как правильно выбрать клинику врача? А что предусмотреть? И какие по максимуму анализы сдать здесь, чтобы там, может быть, не разориться? Все анализы нужно абсолютно сдавать в России, и чтобы была функция перевести на английский язык. Плюс нужно понимать, что сумма, которая была заявлена изначально, она как-то удвоится, утроится, да. То есть ты заплатишь раза в три, в четыре больше. Вот. И... Ну, это правда. Это, я не знаю, это дорого стоит. Без переводчика реально рожать в естественных родах? Даже если ты плюс-минус говоришь по-английски. Там же, наверное, материться хочется. Это реально. Ну, я не знаю. У меня просто даже сил бы не было материться. Вот. И... А так... Нет, вообще... Ну, банальные слова на английском всегда тебе поможет. Ну, со мной присутствовал мой муж. Мне было легче. Потому что, мне кажется, я бы смогла... С этих 35 часов в палате не смогла бы. Это было очень тяжело. Я уже готова с этим и прощаться. Там вот эти партнерские роды вообще очень распространены. Ну, там мужчины допускают. Здесь тоже, мне кажется. Здесь тоже, да. Но не везде. Не во всех родах. Да. Прямо вот от начала до конца муж был со мной. Вот. А чем отличается? Я понимаю, что ты здесь не рожала. Тебе сложно. Но, наверное, ты все-таки видишь по опыту подруг, своих знакомых. Вот. У нас же, например, вот я помню, я родила, мне там диета. Это нельзя, это нельзя. Говорят, в Америке можно все, ешь. Даже если ты кормящая мать. То есть совершенно другой подход к тому, что происходит после родов. Да у нас, мне кажется, уже так же. Это все зависит от того, насколько твой врач современный или старые закалки. Мне не разрешали ничего. Там шоколад нельзя, там цитрусовые вообще забудь. Какие устрицы, какие. А какая там даже, по-моему, даже не со всякой рыбой было можно. А мне в Америке подруга говорит, я сразу же после родов выпила апельсиновый сок и кормить ребенка мне принесли вечером. Я вообще спокойна ко всему этому. Я могла выпить бокал красного вина. Ты здесь, знаешь, когда я выставила в Инстаграме просто коллекцию. Я коллекционирую джин и периодически выставляю фотографии своей коллекции либо каких-то новых бутылочек. И я просто выставляю. То есть я не пила этот джин, потому что все-таки крепкий алкоголь. И мне мать алкоголичка. Я думаю, ну нет, ну боже мой. Да, я могу выпить бокалы вина прекрасным вечером в классной компании. за просмотром фильма хорошего красного вина. И я ничего не вижу в этом плохого. Я тоже не вижу. Ведь важно же еще, чтобы у тебя было хорошее настроение. Счастливая мать, счастливый ребенок. И я не вижу в этом ничего плохого. Когда вот я так же была беременна, и я могла выпить там на Новый год бокал игристого, тоже все хорошо. Точно так же. Я понимаю, что нас многие осудят за это. Многие, вот опять же, нужно меньше читать в форумах. Кстати, да. Потому что там можно такого начитаться. Там шаг вправо, шаг влево, все. Расстрел. Нет. Нужно отдыхать, нужно наслаждаться. Захотел вина, выпил вина. Конечно, не бутылку, а бокальчик. Я тебе правильно понимаю, что даже в самом, наверное, самом дорогом месте в Москве, где можно наблюдаться по беременности, в ЕМС, будет в разы дешевле, чем в Америке в самой простой клинике? Да. Да. Потому что расход идет именно там. Ты когда рожаешь, ты заранее заключаешь контракт с педиатром. Ты без педиатра не можешь родить. Не знаю, как здесь. И ты там, например, за несколько посещений платишь 2,5 тысячи долларов. Педиатра, который просто посмотрит ребенка вот так вот, посветит, даже никаких анализов, ничего. Он просто посмотрит, говорит, да, все хорошо, идите. Без этого контракта рода невозможна. Да, да. То есть, обязательно наличие педиатра. Потом, после того, как ты родил, тебя еще пытаются развести. Я не знаю, они продают базы, там, не продают. Не знаю, как это происходит, но нам просто месяц приходили счета на оплату госпиталя на 100 тысяч долларов. Звонили нам. Приходил счет даже на Паулину. Понимаешь? На Паулину счет, что она должна заплатить 350 долларов кому-то. Там развод полнейший. как на ребенок должен. Да, да. То есть, настолько доходило до абсурда, что вот были такие ситуации. Поэтому, даже не знаю. Но, опять же, кому мы говорим, кому мы рассказываем, все глаза вот такие. У нас такого не было. Но, опять же, они рожали в Майами. Потому что Майами это такая Америка. Там уже все, там уже много русских. Мы вот летали как раз-таки с малышкой уже в Майами. И мы поняли, что там, ну, когда говорят, давайте в Чихане что-нибудь закажем, и что в Чихане? У меня очень много русских друзей там живет. И они говорят, что есть районы, где по-русски говорят, где по-испански. Там половина латинос и половина русские. Поэтому такой вот город, это, как говорят, типичная пара Майами, это Энрики Иглесия с Анной Курниковой. Он, получается, что он латинос или испанец, да? Испанец, наверное. Она русская. То есть вот это типичная пара Майами. То есть это не Джастин Бибер и Хейли Бибер. Это другая часть. В принципе, ну, нет, рожать, ну, говорю, просто у меня вот так вот получилось. И слава богу, что все обошлось. Ну, живете вы в Москве? Да. Ну, здесь работа. Я, наконец-то, приехала и могу поработать. Я вижу у тебя пост-пост за постом. Бейлис, Бенетон, Золотое Яблоко. Я думаю, так, Саша включилась, Саша зарабатывает. Ну, я-то примерно понимаю твои расценки. Я понимаю, думаю, вот человек зарабатывает. Зачем ей в Дубае летать и эскортом заниматься? У нее вот кипит работа. Нет, ну, чтобы в Дубае летать, мне кажется, нужно еще иметь какой-то определенный характер, уметь там какие-то женскими штучками обладать. Я не умею. Вот мне скажи, там, вот там, заигрываешь с кем-то, я что? Как это? Ну, вот пофлиртуй. Я просто вот так, понимаешь? У меня на этом уровне. Я не умею. То есть у меня даже, он говорит, ну, наверное, там за тобой толпы. Я говорю, да нет. У меня-то, я вот с кем схожу на свидание, я потом живу. Я встречаюсь. Сколько там Сереже моему там пишут и звонят, а там Маркина, там сколько стоит. А вот это мне там, давай тебе сумку подарим. Ну, господи, я сама вам могу подарить сумку. Ну, не нужно мне. Ну, не такая я. Девятое мая это просто уже все, забыли. Это для меня тема закрытая. И плюс я не могу на нее так скажем так открыто говорить, потому что она связана с друзьями. Хоть мы с ними уже не общаемся, но мне не хочу. Ну, ты, конечно же, вряд ли. Я получила по полной. Все в этой ситуации получили по полной. Я удалялась даже. Из Инстаграма? Да. А это твой источник дохода? Да. То есть настолько тебя мощно захейтили? Да. С парадом поведу это действительно такая ситуация, что она такая своеобразная в том плане, что туда действительно квоты и там... Да каждый год туда ходят тысячи человек. Сколько там мест там жить? До хрена. Сколько звезд каждый раз ходили туда ежегодно. И ежегодно. Звезды там выступают. А у тебя, видишь, ты просто известный блогер. Почему они выступают? Они сидят и смотрят. Я вообще не хотела дойти. Просто нас пригласили. А приглашение было от аппарата президента или просто от... Нет, нет. Ну, тема... Мне же я даже удалялась из-за этого. Потому что мне сколько смерти желали. Да ты эскортница со своим там богатым мужем. Да вы никто. Ну, смотри, ну, давай тогда это просто объясним. Я думаю, что людей трагинуло то, что все считают, что даже на ветеранов есть квоты, а ты типа забрала чью-то квоту и попала на Парад Победы. Вот именно... Так это вопрос к тем, кто приглашал, а не ко мне. А кто приглашал? Я не хотела, я не могу сказать. Ты знаешь, я уверена, что каждый, кто там мне пожелал смерти, каждый, кто это все написал, они сами ни разу ветеран мне помогли. Смысл твоего приглашения от тебя был в том, что ты лидер мнений, и когда бы ты поделилась этим контентом, это был бы какой-то типа патриотический контент. Но у нас как бы, да, эту ситуацию интерпретировали таким образом, что во всех СМИ писали, что туда могут попасть только ветераны, артисты и... Ну, я не помню, кто еще. И что есть очень там жесткие квоты. И начали раскручивать эту ситуацию, стали думать, что у твоего мужа наверняка есть какое-то супер-мега влияние. Ой, там что про него только не писали. Что он тебя-то, да. Ладно, я, а вот он к точно такому не был готов. И мы уже прописали, что он... У него родители очень богатые, влиятельные. Что они в этот совет входят, которые эти квоты распределяют. Там что только, господи. То, что я, то, что они там в заголовке написали, там, эскортница и меня в купальнике напротив американского флага, кстати. Ну, как бы, ну, это уже все. Я понимаю то, что этот заголовок, точно нажмут на него и будут читать, потому что там написано эскортница. Напишут бы, там, не знаю, блогер или там Саша Маркина. меньше вероятность, что там кто-то зайдет. Всех же интересует это. Но какой вот главный вывод ты для себя сделала? Меньше транслировать. То есть это прям была, да, большая ошибка. Потому что, в принципе, я могла предугадать, но не думала, что настолько все плохо. Я не ожидала, что будут так сильно оскорблять меня, оскорблять моего мужа и придумывать настолько нелепые байки. Хоть, ну, они нелепые, потому что они банальные. Богатый муж, эскорт, все. Ничего нового. Отобрали у ветеранов. Отобрали у ветеранов, да. Но, опять же, как я уже говорила, вы кому-нибудь хоть помогли в жизни. Слушай, ну, мы сейчас так много говорим про границы, но в диджитал-общении очень сложно границы соблюдать, когда ты публичный человек. И мало кто думает о том, что вот такими комментариями, ну, это же буллинг настоящий, когда на человека, да, там сваливается. Такая агрессия. И очень сложно порой кому-то объяснить, что я понимаю, что у нас свобода слова, демократия, вы высказываетесь как хотите, но человека же можно довести до болезни, да, таким образом и так далее. Кстати, вот как бы ты хотела, чтобы, не знаю, социальные сети, блогинг, развивались в мире, в России в ближайшие годы. Какие-то, я не знаю, ну, может быть, ты как... У меня когда-то было Александр Цыпкин на интервью. Вот он вообще считает, что хейтеров надо не просто наказывать, а чтобы чуть ли не уголовная ответственность была. Я говорю, слушай, ну, это невозможно, но это тогда стерильное будет пространство, и умрет Инстаграм просто, а Ютуб тем более. Вот как бы ты видела, вот тебе бы хотелось, чтобы... Я бы хотела, чтобы это все как-то все-таки фильтровалось. Чтобы ужесточались все-таки меры. Да, ну, опять же, если тебе написали какая-то дура, ну, как бы, а если что-то более серьезное, то есть это связано с угрозами, с каким-то таким помешанным фанатизмом, то, наверное, да, я бы обращала бы на это внимание больше, потому что таких людей очень много, которые прям преследуют, которые угрожают, которые вот краски придумывают все эти сплетни. У тебя было хейта в жизни? Много. Я же с 14 лет в интернете уже, представляешь, сколько я наслушалась. Но, к сожалению, к сожалению, я привыкла, хотя к этому вообще не нужно привыкать. И я каждый день слушаю про себя какие-то гадости. Ну, у тебя есть какая-то броня? Или все-таки... Ой, ну я уже все. Ну, знаю, сейчас есть прекрасная функция, как заблокировать. Ну, смотри, это, по сути, полка о двух концах. С одной стороны, мы все хотим жить в демократическом обществе, где у каждого есть право голоса, где каждый может высказаться. Но в то же время такая ситуация дает простор для того, чтобы люди иногда не очень здоровые, иногда люди очень токсичные проявляли себя. и мне кажется, что в современном мире стать человеком действительно очень известным может только тот, кто к этому хейту будет относиться как-то философски. Да, да. Это абсолютно потому, что говорят, блогером может быть любой. Любой может быть популярным в Инстаграме, там, на Ютубе, в том же, в соцсетях. На самом деле не так. Это очень сложно. Каждый день ты вот поддаешься этой критике. Это далеко не для каждого. У меня даже муж, он на это все так реагирует, как маленький ребенок. Я говорю, не обращай внимания. До сих пор? Да. Он говорит, ну ты же не знаешь даже, кто это. Ну это наверняка ребенок. Он там, давай встретимся. Там, отвечу за свои слова. Я говорю, ну боже мой, ну это как минимум уже не мужчина. Ну что ты предлагаешь ему? Зачем ты нервничаешь? Я не могу. Вот мне говорят, ты эскортница? Хорошо, обоснуйте. Ну вот, у тебя фотографии в купальниках, белье. Ты путешествуешь. А то, что я путешествую с друзьями, я путешествую с мужем. Вот если конкретно задаться целью набирать в интернете Саши Маркина, первое выпадает ринопластика, а второе, да, выпадает вот это все, о чем мы сейчас говорили. У тебя ситуация, когда тебя почему-то постоянно хотят улечить в том, что у тебя что-то не свое, не свои подписчики, не своя внешность. Как будто людям легче с этим жить. Вот как ты проработала эту ситуацию? Во-первых, я не знаю, почему мне дает покой именно я, потому что я никого не провоцирую, мне никого не задевают. Ты вообще в какой-то дико, ну, какой-то токсичной ситуации оказалась? Потому что есть какие-то, безусловно, поклонники, люди, которые с тобой наблюдают, кому ты очень нравишься, есть люди, которые очень агрессивны. Ну вот, у нас грань вот это, люди, которые прям мной восхищаются, которых я мотивирую, и есть люди, которые меня прям ненавидят. Я не работаю с психологом. Я могу это обсудить в какой-то шуточной форме со своими друзьями. Но тебя же не может это вообще не задевать? Под настроение бывает, конечно, попадают. Я смотрела одно интервью очень известной певицы, которая мне казалась абсолютно неуязвимой, и она сказала, что однажды мне попали в очень больное место, вот просто, говорит, такое было настроение, так вот я проснулась с таким каким-то уязвимым настроением, и человек попал вот ровно туда, и она говорит, я даже думала, все, уйду на какое-то время куда-то, ну, потом это прошло, естественно, но все равно, ну, вот нужна же какая-то база для того, чтобы выстоять, какая-то, не знаю, там, поддержка, какие-то проработки, которые тебе помогают понимать, что это все там, например, не про тебя, про... Наверное, это время в первую очередь, плюс, мне уже пишут просто, ну, одни и те же вещи, ну, вот одни и те же, ну, вот ничего нового. Да, когда мою семью трогают, это задевает. Есть люди, которые особенно триггерят других людей, и почему-то, вот такая ситуация вокруг тебя, почему-то ты вызываешь какой-то дикий резонанс, я пыталась всегда понять природу этого резонанса, я еще понимаю, почему там Настя Миронова триггерит кого-то, потому что у нее более сейчас, по крайней мере, такой эпатажный контент, и она в комментариях может послать на три буквы. У тебя, по крайней мере, сейчас более нейтральный контент, нейтральный имидж. Мне ничего другого не пришло в голову, как только лишь то, что у тебя получилось вот эта вот очень мощная трансформация и внешняя, и имиджевая, и может быть, это не дает людям покоя, может быть, тебе, я не знаю, хотят куда-то там макнуть, тебе что-то припомнить. Я не могу понять. Ну, с другой стороны, например, там та же ринопластика. Огромное количество людей делают ринопластику, и я вот не знаю, почему вот их прям... Почему именно ты так делаешь? Почему я? Почему, когда водишь, да, действительно, Саша Маркин, ринопластика. Ну, господи, ну почему? Я с этой ринопластикой намучилась уже ну столько лет, ну можно, пожалуйста, перестать ее обсуждать. Ну что в этом такого? Нет ринопластика, вы посмотрели ее фотографии старые. Все мои молодые люди в прошлом отправляли старые мои фотографии, причем, знаешь, одни и те же. Вот там, где мне 14-16 лет, ребят, мне скоро 30. На одной из выставок, в одном из музеев была экспозиция, где, как piece of art, была цитата Йоко Оно, которая сказала о том, что попробуйте прожить один день, никого не обсуждая, ни о ком не сплетничая. Я смысл передаю, это не точная цитата. И вы увидите, как изменится ваша жизнь. Но ты когда жила в Америке, ты говоришь, я перестала даже кого-то там обсуждать, ты абстрагировалась от каких-то вот этих, вышла из этого поля. Во-первых, я стала как-то меньше сидеть в интернете, плюс мне очень помогли там люди, их менталитет, потому что у нас, как говорят, это все фальшиво, а мне нравится то, что тебе говорят комплимент, говорят, какие у тебя классные кроссовки, какая ты красивая, там, классная кофта, что это за бренд. И я поняла, что, блин, классно, лучше так, чем когда тебя там пнут, не извинятся, там, посмотрят на тебя как-то по злому. И за полгода я к этому привыкла, и я как бы перенимаю вот эти вот все хорошие, хорошие стороны, скажем так, и тоже начинаю делать комплименты. Для тебя это как терапия такая стала. Ты устала от этого хейта, тебе было приятно, что ты в какой-то нетоксичной обстановке оказалась. А как тебе кажется, не является ли в целом Инстаграм такой площадкой, которая людей провоцирует на вот эти токсичные проявления? И все мы вкладываем, делаем свой вклад в то, чтобы так происходило. Ну, конечно, мы же транслируем в основном хорошие стороны, как мы отдыхаем, что мы купили, что мы там едим. Когда у меня какие-то есть проблемы, я не транслирую это в Инстаграм. Ну, я их решаю. У меня много проблем, я много что пережила, но их-то не волнует. Ну, а ты не хочешь этим делиться, чтобы к тебе как-то... Нет, я не хочу. Ну, во-первых, я не люблю быть жертвой. В Инстаграме это очень модно. Да, да. Быть жертвой, потому что это повышает активность, тебя люди жалеют, они тоже делятся всем вот этим вот своим негативом, какими-то грустными историями. А как твой, ну, уже муж, да, некогда молодой человек вообще на все это реагировал, когда только начинали встречаться? То есть его шокировало, что ты вот настолько популярна и такие полярные к тебе отношения? Ну, он переживал. Когда там где-то напишут при меня в очередной раз, что меня там подобрали где-то на шоссе за городом, да, за 100 рублей, как бы ему это все скидывали, он переживал. Ну, я прям видела это. Ну, вот уже почти пять лет он, слава богу, к этому привык. Тем более, у него столько работы, он работает шесть дней в неделю. Он намного взрослее для своих лет, для своего возраста. Я брала интервью у Тани Менгалимовой, нежного редактора, и задавала ей этот вопрос. Я почему-то... Там лайки. Да. Лайки, комментарии. Ты как-то сделала пост, выложила скрин с Инстаграма блогерши Маркина, Саша. Там не только она была, там была куча блогеров. И написала о том, что если Инстаграм отменит лайки, вот этот критерий, у кого все честно, у кого не честно, то есть это будет, он не настолько очевидный. Важно, что я никого там не шеймила, и я прям несколько раз написала, что я не говорю, что у тех ребят, в чем соль, да, наверное, кто-то сейчас слушает и не понимает. У меня, сколько, 200к подписчиков, но у меня лайков, как у, там, пяти миллионов у кого-то, да, потому что у меня где-то примерно по 40 тысяч лайков под фотками, это где-то миллионные менять лайки. Это я не то, что такая позавидовала тем, что у них так много подписчиков. Конечно, мне это многие скидывали, я поняла, я просто сначала не поняла, о ком ты. У меня много кто пытался там зацепить какие-то, в какие-то темы. В принципе, если бы я, там, ну, я могла бы отреагировать, как-то так, ответ ей в интернете, там, да, в тех же самых историях, дать отпор, ну, и началось бы вот эта вся вот эта возня непонятная ни с чего, ни с чем она нужна. Да я даже не обратила, и я даже ничего не написала. Ну, я даже вот, я даже забыла про эту ситуацию. Ну, что мне лайками мериться, подписчиками, активностью? На тот момент у нее активно развивался канал, в день выхода... У нее резкий рост. А ты ее не сдавал? Почему я? Она сказала, что она имела в виду не только тебя. Это было достаточно некорректно с ее стороны, возможно, поэтому она и ушла от ответа. Зачем устраивать эти девчачьи какие-то разборки? Зачем сравнивать? Если бы была, наверное, плохая статистика, к нам бы не обращались бы. Почему-то ты вот в людях провоцируешь. Я не знаю, почему хотят меня зацепить, обсудить. Я не понимаю. Ну, вот сижу я у себя дома, занимаюсь своими делами, гуляю, дома сижу, сейчас с ребенком, никого я не трогаю, я вообще никого не провоцирую. Многие пытаются, вот та же вот госпожа... Лена Мирон? Да, да. Сколько раз она тоже там пыталась нас... Это было... С чего все началось? Мы поехали в клинику в Швейцарию с Сережей, ну, по рекламе. А я тогда болела, у меня герпес был на кубах, вот. И что-то у меня проблема была. А, ко мне пристала женщина на... Паспортном контроле. Ты знаешь, что ситуация? Да, я знаю, что она тебя не узнала после... Хотя это не то, чтобы у меня был паспорт не старый. То есть она просто, видимо, она как бы, ну, меня, может быть, узнала, ну, и просто начала действительно некорректные вопросы задавать мне. Например? А почему вы в Дубае так часто летали? И летаете? Ну, что это за вопрос? Ну, это не имеет отношения, да? Фотография, паспорт. Ну, я тогда еще не была замужем, с молодым человеком. А вот вы нос делали, да? Что еще делали? А я с таким, я столько раз летала, никогда такого вопроса. Все восприняли это так. А чего она хочет? Она изменила внешность, ее не узнали на паспортном контроле. А чего... Нет, там просто... Я тогда в той ситуации тоже так подумала, думаю, ну, а почему ты так возмущаешься? Было некорректно. Было очень некорректно. Это было как-то агрессивно, с какой-то насмешкой, будто, ты знаешь, я вот какая-то там перед ней девочка стою, и она вот имеет право меня отсчитывать. Как ты себя видишь через 10 лет? Через 10 лет я себя вижу красивой, счастливой, с детьми, с мужем. и, наверное, я была бы рада, наверное, без инстаграма, чтобы это все было. Ну, я не представляю, я уже столько лет в этом во всем. Если еще мне будет 40, и я буду так же вести свой инстаграм, мне кажется, уже хочется отдохнуть. Я не хочу пахать, 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 а потом по вечерам плакать в подушку. Я хочу быть просто взрослой, самодостаточной, любящей женщиной. Возможно, инстаграм я буду вести, если он еще будет через 10 лет, дай бог. Но, чтобы это не было моим основным заработком, и чтобы я смогла просто закрыть страницу, выставлять для своих друзей. Хотя тоже это у меня особо интересно. Сейчас это моя работа, это мое хобби. Через 10 лет? Нет, я хочу посвятить себя семье. Сейчас пока есть возможность, путешествовать, фотографироваться. То есть кто-то у нас прям бизнес-бизнес, а мне кажется, я вот про баланс и больше, наверное, все-таки про семью. Я не про бизнес. Я не могу вот взять и перед камерами раскрыться. потому что я, опять же, начинаю треветь. У меня тоже есть слабости. Ну, просто говорю, просто подумайте, что, может быть, не все так прекрасно и все так замечательно и красиво, что за это может стоять огромный труд. А он у меня есть. и это не изменение со своей внешностью, там, стилем. У меня просто было стремление жить хорошо. И чтобы я смогла помочь своим братьям, своей бабушке. У меня это получается. И я очень счастлива. И я хочу именно вот вдохновлять вот этим. Я тебе очень благодарна за разговор. Мне кажется, ты была искренней. Но немногословно. У всех свои скорости, свои, там, типа, не знаю, мощности, громкости. Ну, я как говорила, да, что включается камера, все. Саша, пока. Все люди разные. Мне тоже часто упрекают. Я шепчу, так харизмы мало. Ну, извините, как есть. Ну, вот мы и встретились. Да. Каждый выбирает контент, который подходит ему. Да, конечно, конечно. Привет, молодец.